Всем здравствуйте! Сегодня я вам покажу наш дом, как он строился, как он рос, из чего все начиналось. Начиналось все с того, что муж в двенадцатом году сказал давай покупать землю. Или в тринадцатом было это, ну короче давненько. Но мы жили в хорошем большом доме и я думала зачем нам земля, нам и так хорошо живется. Земля тогда стоила 30 тысяч рублей за сотку и пока я созрела она уже стала стоить 45 тысяч рублей за сотку. В общем хочу вам сказать, что мужа надо слушать. Дельные советы дает. Вот в общем мы купили кривой косой участок, который надо засыпать было, у которого все время вода скапливалась в одном месте, там низина была. Вообще вся вода стекала туда со всех участков. В общем мы его хапнули. Уже в два раза дороже, чем предполагалось купить. Ну на ошибках надо учиться. И так мы начали строить. Муж строил все сам один. Он выкапывал фундамент, все это делал. Вот начали мы строить в 2014 году. Как раз у нас родилась Маришка в апреле и в августе мы начали строить. И вот мы строили. Каждую зиму мы отдыхали. Летом стройка шла. Муж все делал своими руками. Вот канализацию прокопал. В общем не отдыхал, а трудился. Ну и сейчас до сих пор трудится. Так дом у нас получился... Сколько он у нас? 12 метров в длину, а в ширину по-моему 8 наверное. Я даже не помню. В общем большой дом получился хороший. С большой кухней, с большим залом. И стройка у нас шла с 14 года. Сейчас 18 год. Получается 4 года строили. Вот в этом году мы застеклили все. И я надеюсь в этом году мы переедем. Муж строил не покладая рук. Где-то нанимали людей конечно. Там где уже было тяжело на крышу лезть. Я лично высоты боюсь. Буж привык. Ему понравилось там лазить. Но я постояла на верхушке на самой крыше и думаю нет не смогу. Лучше людей нанять. И вот мы наняли нам крышу покрыли. Очень быстренько. Ну все остальное. Потом окна вставили тоже. наняли людей. У мужа руки золотые. Он начал делать лесенку на второй этаж. Я забежала вперед. Мы тут еще волшебничаем. Купили блоки. Я уже не помню в каком году это все делалось. Ну по порядку все шло шло шло. И начали выкладывать дом. В общем дом построить возможно. Мне кажется даже дешевле чем купить квартиру получается. Потому что у нас стройка растянулась на несколько лет. И вот вместо ипотеки на квартиру лучше построить дом. Вот он уже у нас такой. вырос дом еще одно лето. Заметили? Это мы покупали доски. В общем все своими силами. Все отлично получается. И хорошо. Пока деньги накопятся стройматериал заканчивается. Начинаешь покупать новый. Для следующей уже. Для следующего момента. Так что не бойтесь. Беритесь за дело. Как там говорят. Что человек должен построить дом. Родить сына и посадить дерево. И его миссия закончится. На земле. Ну надо цели строить. Дальше план. Построили дом. Дальше мы его будем отделывать. Я вам буду все показывать. Только сильно не критикуйте. На вкус и цвет товарищей нет. Я люблю чтобы было все светлое. И пространство расширяет когда светлый цвет. И большое чтобы было. Чтобы прям вот можно было кататься на самокате. Не люблю стены кругом чтобы стояли. Но можно стоял на своем что прихожку надо отгородить. Так что будет у нас там небольшой коробок. Посередине зала. Ну я теперь слушаю мужа. Потому что первое мое непослушание оказалось очень другим. Дальше у нас пошел второй этаж. Ой как там страшно стоять было. Особенно когда держишь вот эти все балки, стропила. Мне лично страшно. Хапнули пачку кирпичей бэушных. Не знаю на что они нам нужны. У нас дом вообще из других стройматериалов получился. Наверное баню построим. Может что-то из них сделаем. Вот пошел второй этаж строить. Сначала хотели на первом этаже остановиться на одном. Но соседи походили по нашему дому и говорят что же вы будете делать вот в таком маленьком помещении. Ну и мы решили удлинить нашу стройку и построить второй этаж. Мансардный. С сломанной крышей. Просто хотелось быстренько чтобы въехать. Но вот на втором этаже вообще много помещений. Но там две комнаты будут огромных. Маришкина комната и наша спальня с туалетом, с душем. В общем вот эти стропила мы делали все сами. Дальше я уже не полезла. Вот такие мы умельцы. Забор у нас видите какой будет высокий. Потому что землю еще насыпать надо метр где-то сверху или полтора даже. Вот так. Столько лет уже прошло. Но дом растет. Перерывов у нас не было. Все время что-то делали. И сейчас продолжаем ездить. Это наша труба. Андрюшка ее сам выдумывал. Еле-еле подняли. Вот люди делают крышу и пошли полы. Это у нас что? А вот это у нас зал с кухней. Здесь у нас будет прихожка небольшая. Вот это уже окошко. Окошечко сделали в крыше. Решили вдруг неожиданно сделать там. Тут у нас получается зал будет. Мы сейчас вот утепляем полы. Полы из цементно-цемент... ЦСП. Вот какая большая территория. Для меня она сейчас большая кажется. На второй этаж лесенку можно начинать строить. Сам. Сам-сам-сам. Я прям не ожидал такую красивую лесенку. Сделал. Такая прям она миленькая. Такая, знаете, уютненькая лесенка получилась. Мне понравилась. Я от него не ожидала. Сам все и поднимал. Там тяжесть такая. Ох. Ну все сам. Мы сначала хотели заказать, но как-то очень дорого получилось. Вот она пошла на второй этаж у нас. У меня из-за лесенки пришлось немножко сдвинуть. Моя мастерская уменьшилась на 40 см. Ну ничего. Я думаю умещусь там. У меня своя мастерская будет. Представляете? На первом этаже. Отдельно комната. Вот так затапливает каждую весну. Соседи там фундамент вырыли. У них он вообще бассейном стал. Это мы полы делали. Такие получились. В конце концов. Это уже восемнадцатый год. Мы зимой вставили окошки. Дверь одну поставили железную. Полы сделали и лесенку. Это наше начало стройки. Фундамент Андрей сегодня залил. Вот наш герой стоит. Который сегодня поработал на славу. Сегодня 10 число. 10 октября. 11 октября. Я осталась во вчерашнем дне. Сегодня 11 октября. Вчерашнего года. Авиацию надо любить, чтобы тут жить. Слушай, там летают самолеты. Сейчас они сдвинулись чуть-чуть. Такой фундамент. Большой зал. Огромная кухня. Это наш участок. С кучей всего. Огромная кухня. 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 Огромная кухня.